Декабрь – время подведения итогов года. Их подвел и посол Российской Федерации Александр Петров. Но пресс-конференция вызвала повышенный интерес еще и потому, что в соответствии с традицией срок пребывания дипломатических работников всегда ограничен. В Эстонии Александр Петров провел шесть насыщенных лет. Отношения между нашими странами не были легкими, хотя порой и возникала надежда на потепление. Достаточно вспомнить встречу президентов Эстонии и России в 2019 году в Москве. Но все шло не очень гладко, за примерами далеко ходить не нужно. Например, только в этом году по разным внешнеполитическим причинам два сотрудника посольства были вынуждены покинуть Эстонию. Понятно, что в любом случае такие ситуации не способствуют доверительному общению. Между тем весь мир, как считает посол, стоит перед огромным вызовом. В одиночку с этим ни одна страна не в состоянии справиться. Вместо того, чтобы искать виновных, кто там являлся первопричиной возникновения этого опасного явления или пытаться противопоставлять вакцины на хорошие, надежные и плохие, ненадежные. Важно объединять усилия всех игроков на международное арене в интересах выхода на успешную борьбу. В последние недели ситуация накалилась в связи с тем, что на Западе считает тревожной концентрацию российских войск возле украинской границы. Россия, в свою очередь, обвиняет НАТО в опасном приближении наступательных и ударных вооружений Альянса к своим границам. Все это особенно настораживает страны Балтии и Польшу. Сейчас напряжение отчасти спало. Однако, как отметил Александр Попов, отношения двух соседних стран далеко не те, какими они могли бы быть. Все же определенное сотрудничество идет в рамках, например, приграничных проектов или культурного сотрудничества. Достаточно вспомнить фестиваль «Золотая маска» в Эстонии. По многим причинам не столь активна гражданская дипломатия. Посол охотно вспоминает проект, реализованный в начале его миссии в Эстонии. Тысяча эстонцев в Петербурге. Тогда более тысячи жителей нашей страны посетили северную столицу и приняли участие в целом ряде специальных акций. «Видел по местному телевидению спустя несколько месяцев интервью с рядом депутатов Ридикогу, которые были в составе этой группы и которые давали весьма позитивные оценки от своего пребывания в городе на Неве. Вот тоже один из примеров, который показывает, что есть интерес поддерживать нормальные добрососедствия, я подчеркну, взаимовыгодные отношения». Однако пандемия нанесла серьезный удар по туризму. Если некогда Генконсульство в Нарме выдавало 90 тысяч виз в год, то за последние 11 месяцев лишь 7400. Рождественский рынок в Таллине возобновил работу, но туристов из России практически нет. Налаживать отношения и строить новые проекты очень сложно. Преемником Александра Петрова станет Владимир Липаев, опытный и профессиональный дипломат, работающий в системе МИДа с 1981 года. Он служил в Норвегии и Германии. С 2020 года работает заместителем директора отдела кадров российского МИДа. Михаил Владиславов, Роман Васильев. Новости Таллина.